денис приветствую тебя на очередном привет совместном видео технического фундаментального анализа сегодня хорошо у нас есть тобой возможность провести эфир перед важнейшим событием возможно даже не этой неделе а вероятно даже месяц может даже чуть побольше хочется немножко преувеличить может быть значимость фундаментального отсчета но недооценивать его точить нельзя потому что вот выступление паула она обязательно может стать ответом на вопрос касательно того что регулятор будет делать дальше с монетарной политикой сейчас мы помним как рынок отреагировал на протоколы недельной давности на они тогда стали источником повышенной волатильности протоколы даже рядом не стоят с пресс-конференции паула тем более что это не не рядовая пресс-конференция когда он просто даст обновленную оценку экономической реалии перспектив американской экономики это конференция где он будет анонсировать изменения в проводимом курсе и конечно же это не может не повлиять очень существенным образом на динамику прежде всего американской валюты за долларом же будут будут следовать рисковые инструменты да и в целом все на площадке будет ходить и рынке драгоценных металлов и фондовой секции конечно же облигации тоже поэтому давай тогда непосредственно к моим идеям демонстрация рабочего стола и параллельно буду опять же сопровождать своим наблюдением и тем что думаю так прежде всего хочется сделать акцент на то что в 17.00 состоится это выступление по московскому времени поэтому друзьям я рекомендую сделать все возможное чтобы в этот момент оказаться перед экранами ваш терминалов контролировать все сделки которые вы будете проводить не оставляйте все на самотек потому что как уже было отмечено нас ожидают довольно интенсивные мощные движения если по индексу американской валюты мы смотрим вниз пару слов опять же про евро которые мы с тобой рассматривали на прошлой в ходе прошлого эфира частности я давал рекомендацию о том что этот инструмент является интересным для покупок ничего не изменилось друзья по-прежнему смотрю вверх цели 1.20 то есть такое небольшое лирическое отступление по поводу индекса доллара сейчас мы видим котировки 92 87 пытался он конечно же выбраться выше 93 но опять же ничего не вышло вернулись мы ниже данного сопротивления точнее поддержка сейчас это уже сопротивление моя цель остается прежней я ориентируюсь на движение индекса доллара в район 92 фунтов это как минимум потому что опять же если сегодня на пресс-конференции пауэлл например анонсирует о готовности таргетировать показатели инфляции это можно будет интерпретировать как то что фрс отпустил показатель инфляции допускает то что он будет расти уже выше целевого значения в 2 процента понятно что он будет расти это фрс прекрасно осознает так же как и мы из-за тех вливаний в экономику которые ранее делались и последствия не будут все таки давайте себе знать чуть позже может быть даже под самый закат 2020 года либо в начале 21 но инфляция реально будет расти поэтому сейчас резерву необходимо пересмотреть свои ожидания по инфляции это будет равносильно тому что фрс будет обязан сохранять ее ставки на крайне низких значениях скроение ставок на низких значениях у нас как раз то что топит доходность американских облигаций обеспечивать снижение доллара сегодня я допускаю что индекс американской валюты реально при таком сценарии может просесть больше чем на один или даже полтора процента то есть цель 92 это лишь ближайший целевой ориентир как действовать в моменте можно дожидаться повторного теста сопротивления там 93 50 это для тех кто хочет опять же локальный пересидеть волатильность в моменте и уже потом на на хаях воспользоваться вот этой фундаментальной идеей чтобы попробовать заработать даже побольше если мы до туда в принципе не доберемся я считаю что можно все таки рискнуть даже при текущих реальных условиях и попробовать поставить татушку сел стоп с уровня 92 70 ну понятно что так профит нужно будет размещать уже ниже 92 я думаю что даже на отметке 91 50 и еще я хотел сегодня обратить внимание на фунт давно мы с тобой не касались сейчас мы видим то что британская валюта за последние принципе не активнее растет чем европейская валюта очень вчера мощный рост по британцу фактически там был максимум и даже ну почти там на уровне 1 32 50 вчера кстати была новость интересная не знаю в курсе или нет борис джонсон вроде бы как собирается выйти в отставку и возможно произойдет до конца этого года якобы борется он с последствиями коронавируса с которым столкнулся и эти последствия дают у себя знать короче тяжело им приходится у него миссии сейчас номер один это закрыть вопрос брейзита то есть как бы войти в историю как человека который согласовал торговую сделку а там уже уйти на покой я не знаю насколько это правда но это была статья в times может быть это какая-то утка но мне почему-то кажется что как бы не бывает дыма без огня вполне возможно рынок отреагировал ростом потому что ну конечно же таких условиях джонсон точно продавший сделку по брейзиту вот поэтому британская валюта и выросла сегодня мы смотрим в принципе на такой же расклад как и по отношению к американской точнее европейской валюте раз у нас ожидание по снижению курса доллара по фунту как рисковому инструменту только лишь вверх напомню что по евро можно выжать еще почти 200 пунктов по британской валюте я бы все-таки рекомендовал быть поскромнее сейчас и например в качестве сделки это байлимит с уровня 1.3150 и ставить уже на тестирование сопротивления 1.33 то есть здесь цели будут около 150 пунктов поменьше ну если риск пойдет как и ожидается то 100 150 200 пунктов мы легко можем увидеть под закрытие сегодняшнего дня ну либо в качестве остаточного эффекта до конца недели короче день будет очень жарким и не слово тебе передаю так слова взял пока с рабочего стола сделал и так значит что у меня было на прошлой прошлом нашем брифинге смотрим я ждал то что цена откорректируется еще чуть больше вниз соответственно вниз у нас по большому счету с опционной точки зрения как находились границы здесь так они находятся до сих пор то есть ничего в этом плане не поменялось стратегически я поддерживаю что движение вверх у нас приоритетное вплоть до 120 там даже немножко выше на самом деле тут я согласен но мне все равно очень не покидает мысль о том что могут добить коррекцию вниз поэтому здесь единственное разумно это пожалуй все-таки работать исключительно на пробой потому что на самом деле сопротивление весьма сильно здесь у нас и депок текущий месячный и одна вторая маржинальная зона здесь находится в качестве сопротивления и выше вот локальная зона сопротивления плюс опорники основные они пробиты вниз поэтому при подобном раскладе цене не так просто пробить так что если если смогут протолкнуться выше тогда только с коррекцией можно будет покупать если же обвалят сегодня что на самом деле запросто может быть потому что что скажет павлу как и отреагирует рынок но это на самом деле из серии гаданий я считаю потому что предугадать реакцию рынка на определенные слова она бывает порой абсолютно противоположной здравому смыслу это в принципе не единичный случай поэтому я больше стараюсь следить именно непосредственно за техникой и вот технику я вижу что если провалят то единственный диапазон где реально можно покупать по многим критериям уходится это именно вот данная область район 1111 1740 то есть наиболее значимое соответственно индекс у нас стратегически у меня он на средний долгосрок направлен 91 это вот именно его стратегический такой экстремум единственный вариант как нему будут двигаться то есть вверху диапазон у меня по-прежнему сохранен поэтому я в принципе вижу вот такие расклады с коррекцией я полностью поддерживаю что действительно у тебя ориентир на 92 сделан как раз это фактически вот рядышком с минимумом по индексу прошлой недели я склоняюсь что еще глубже попытаются на 91 просадить но единственное вряд ли стекущих все-таки я больше склонен полагать что сделают по индексу еще небольшой выброс вверх и затем уже полноценно действительно добьют вниз следовательно по фунту да это рисковый актив но а здесь очень интересно комбинация сейчас сложилось я даже сейчас особо в учет не беру что у нас такого как трендовое сопротивление это как бы такое дело десятое но а у нас границы приоритетный зон как раз находится в опционном плане и с точки зрения даже вот данных бюллетене на бирже cmi это очень сильный диапазон сопротивления поэтому я лично ну не советовал бы покупать в районе сопротивления точно так же как и продавать в районе поддержки это всегда крайне новая затея очень плохо заканчивается только с коррекцией коррекция ты указал как раз ближайший диапазон это зона покупателя называется я согласен зонка неплохая здесь исключительно нужно смотреть на реакцию потому что в этой зоне хоть есть у нас и крупное ключевое профильное накопление текущей недели и предыдущей неделе тоже все находятся близко вот но я считаю что однозначно будет здесь заход вниз то есть огромная в этом плане уверенность есть вопрос то насколько глубоко в идеале дойти до нижней границы это в идеале потому что даже с точки зрения опционных зон у нас нижняя граница вот здесь находится как раз четко на 1.30 возможно получится мега мощная сделка но все решится я считаю вот в этом диапазоне который ты указал и в этом плане я с тобой полностью солидарен поддерживаю вот данный диапазон потому что локальная вижу цена уже все равно прошла и самое важное будет вот здесь решаться значит 31 если округлить 1.3150 1.3115 то есть вот этот диапазон который попадает как раз и крупное накопление могут попытаться сделать и вот такой финт это в принципе совпадает с твоим вариантом что получился но я не исключаю что и более сильные сделаю здесь непосредственно я попытаюсь аккуратно войти в продажи и когда цена будет в этой зоне то просто переведу в безумки так ну а там дальше уже буду смотреть если дадут кульминацию по переворачиваться если не дадут кульминации будут топтать дальше вниз тогда соответственно и буду тоже пытаться сопровождать ниже поэтому такой немножко неоднозначность у нас сейчас есть потому что рынок на самом деле вот особенно это не видно по евро по индексу доллара что на протяжении всей недели находился в диапазоне 75 пунктов смешной диапазон и думаю даже и комментировать в этом плане ничего ну а так что в принципе ждем по евро только если дадут пробой то вверх тогда можно будет скоррекция предпринимать какие-то предпосылки для покупок пока этого не сделали лучше я бы советовал воздержаться ну и по фунту да твоя зона точнее уровне который указал и вот чуть более конкретизирован диапазон по сути да есть такая вероятность и от него отскочить но только нужно ждать реакции по-другому это будет и серии как повезет не повезет спасибо денис за комментарии ну что ж 1700 по московскому времени момент x опять же не хочется переоценивать это событие но я думаю что в этот раз наверное будут правы те кто с максимумом фокуса внимание к этому событию отнесется контролируйте друзья риски следите за вашими сделками волатильность будет большой и скорее всего на сохранится до конца этой недели и не случается на следующей неделе у нас тобой будет очень интересным а первый эфир потому что мы с тобой как раз обсудим все эти мощные движения я думаю что будут новые возможности конечно они будут мы их точно всегда навестим и расскажем тебе хорошего закрытия недели и классных выходных благодарю коллега взаимно и до вторника пока пока